Шопинг в Стамбуле. Не стоит забывать, что Турция это лучшее место для шопинга, особенно сейчас с нынешним курсом, когда лира очень сильно упала и теперь крайне стало выгодно покупать, особенно в предновогоднее время или посленовогоднее время, потому что везде-везде скидки. И если сравнивать Грузию и Турцию, одни и те же магазины, то в Грузии будет гораздо дешевле, поэтому очень много людей из Грузии едут специально покупать в Стамбул или в ближайшие города Турции вещи. А турки, наоборот, едут в Грузию за техникой, потому что здесь в Турции нереальный налог на технику, и ее крайне невыгодно покупать, она здесь очень дорогая. А вот вещи здесь очень выгодно покупать, и бренды в том числе. Девочки-красавицы, кто будет в Стамбуле, я очень люблю местные локальные бренды. Так вот, вот эта футболка из вот этого магазина, один из самых любимых турецких брендов. И знаете, кто тут? Правильно, кошки. Мы с вами обязательно сюда зайдем, но вечером после съемок. Блин, я его так обижаю, он такой крутой. Он такой супер-супер-яркий, явно не для всех, но очень прикольный. Знаете, чтобы не было ошибочкой, шьется он в Стамбуле, а дизайнер итальянец, если я не ошибаюсь. А шьется в Стамбуле. Я себя чувствую бичом каким-то. Что, мы дошли до моего любимого магазина, но я доросла до того момента, что я смотрю на вещи и понимаю, что мне ничего не надо. Меня это немножечко раздражает. Посмотрите, какой здесь классный ассортимент, прикольный. Все они такие все странные какие-то. Я обожаю этот магазин. Как у меня, толстовка. Короче, здесь супер-кайфовые вещи. Я сейчас еще порой, может, все-таки что-нибудь себе найду. Но пока ничего не вижу. Что бы прям хотелось такого, чего бы хотелось. Мне все нравится, но пока что ничего не хотелось. О, как у меня. Прикольное. Есть у меня такие магазины, в которые я прихожу и не могу идти с пустыми руками. Это не исключение. Смотрите, какая классная. Ничего больше не нашла, но хотя бы белую футболку нашла. Блин, мне вообще очень нравится. Очень прикольная. Сами турки очень любят магазины. Сейчас 8 часов вечера, а торговый центр просто полный. Причем сегодня четверг. Четверг, не выходной день. Людям завтра на работу. В Турции очень много своего производства, производства фабрик. И сами турки очень любят красиво одеваться. И все это вытекло в лучший шоппинг в Турции. Да, если вы хотите поехать на шоппинг, я вам крайне советую, рекомендую ехать именно сюда. Потому что здесь цены на бренды копеечные и на местные локальные бренды тоже. Очень большой выбор одежды, очень низкие цены и огромные торговые центры на любой вкус и цвет. Мы сейчас приехали в один из самых больших торговых центров Стамбула, и это Дживахир. Здесь вы найдете все масс-маркетовские бренды, вкусно покушаете и классно насладитесь прогулочкой. Несмотря на то, что в Турции очень много своего производства, техника тут супер дорогая. И самое удивительное, что техника в дьюти-фри гораздо дороже, чем техника в самом Стамбуле. В стамбульском дьюти-фри дороже, чем здесь. Это очень странно. Поэтому технику в Турции невыгодно покупать, в отличие от вещей. Почему в Турции такая дорогая техника? Тут на самом деле все очень просто. Государство так поддерживает местного производителя. Поэтому цены на местное производство минимальные, в отличие от импортных. Хочешь макбук? Изволь заплатить x2. А за айфон так еще и налог заплатить придется в районе 15 тысяч рублей, чтобы можно было им пользоваться. В общем, поддерживают как могут. А вот, кстати, среди грузин турецкая техника пользуется большим спросом, потому что на фоне остальной она очень дешевая. Турки очень любят торговаться. Поэтому, если вы вдруг оказались на базаре, обязательно торгуйтесь. А нет, приветствуют, любят и даже сами могут начать. Один из самых больших базаров, скорее он туристический, нежели местный. Это египетский, он находится прямо в центре города. И там очень удобно купить всякие вкусняшки, сувениры и так далее. Там тоже торгуются. Так что не стесняйтесь. Собаки, кошки, мотоциклы и все это на одной улице. Если на базаре вы найдете атмосферу и мелочевку, попробуете вкусные местные сладости, то за шопингом можно и нужно отправляться либо в торговые центры, либо на истекляль. Но, помимо хороших торговых центров в центре и пригороде, вы встретите один из самых классных шопингов в аэропорту. DT Free. В Стамбуле существует два аэропорта, один из которых старый, это Сабиха. И в основном он как внутренний работает. И новый аэропорт, он в основном международный. На данный момент новый аэропорт Стамбула, это один из самых загруженных аэропортов во всем мире. Поэтому неудивительно, что шопинг там просто отменный. Я сейчас в аэропорт приезжаю уже как к себе домой. Все знаю, где находите, куда не бегу, сейчас спокойно возьму вайфайчик, пойду куплю, что мне надо, что не могла купить на той дороге, потому что мы летели с ручной плазио, а это все жидкости. Зато сейчас все куплю, короче, просто. За что так любят новый аэропорт Стамбула? Тут можно найти все бренды, от мала до велика. Такие премиальные марки, как Селин, Диор. Из среднего сегмента можно найти Пола, Рейбен, а также тут есть местные турецкие магазины и даже местный масс-маркет. Цены, кстати, на одежду будут немного ниже, чем в городе. Также тут есть хорошая оптика. Множество сувенирных магазинов с вкусной пахлавой и даже корнеры с золотом. Но самое приятное, это, конечно же, огромные магазины с всевозможной парфюмерией, кремами по очень приятным ценам. В общем, берите длинную пересадку и наслаждайтесь приятным шопингом. В общем, Стамбул это такой рай для шопоголиков. Конечно, раньше этот рай был немножечко дешевле. Сейчас он немножечко подороже, но ничего страшного. Все равно дешевле, чем в любом другом городе или стране мира. Ну, по большей части. А вам, дорогие друзья, спасибо большое, что досмотрели этот выпуск до конца. Я надеюсь, что вы не забыли поставить лайк, написать комментарий. Для нас это очень-очень важно. Ну и по традиции, с вами был канал Дубрановый Лайв. Меня зовут Настя. И встретимся с вами в следующем выпуске. До новых встреч. Пока-пока.